Здравствуйте, меня зовут Олег Руснак. Сегодня мы поговорим о болезнях желудка и как с помощью уникального метода можно от них избавиться. Даже если у вас все в порядке с желудком и вам не за чем смотреть это видео, тогда возможно это будет интересно для ваших знакомых или вашего окружения, которое страдает от подобных заваливаний, и вы сможете им помочь. Напомню вам, что в конце этого видео вы узнаете, как можно вылечить свой желудок от болезни и с помощью чего. Человека можно сравнить с телевизором. Где физическое тело – это сам телевизор, а канал, передающий сигнал – это психические программы, которые транслируются нашей памятью через физическое тело. И от самой психической программы будет зависеть тот сигнал, который передается в наше физическое тело. И сама болезнь – это результат качества этого сигнала. Боль и различные симптомы бывают невыносимыми. Например, при наличии гастрита желудка человек чувствует боли и тяжесть в животе, вздутие живота, быстрое насыщение и невыносимость пищи. Так называемые голодные боли, они возникают на тыщах или в течение дня, если вы долго не принимали пищу. Также при гастрите нередко возникают боли, и вскоре после приема пищи, особенно если вы плотно поели. Одной из причин развития гастрита желудка является микроб Helicobacter pylori. Открытие этого микроба и доказательство своего деструктивного воздействия на желудок человека – одно из важнейших открытий в медицине конца 20 века. Тогда почему одни страдают от этого заболевания, а другие нет? Я думаю, это вопрос к иммунной системе, которая допустила, чтобы эта бактерия повредила различные области желудка. Язва желудка по праву может быть названа одной из наиболее распространенных болезней нашего времени. Многие люди, страдающие от язвенной болезни, желудка, мирятся с этой болезнью, полагая ее досадной и неприятной. Такой подход не только приводит к усугублению болезни, но и может угрожать жизни больного. Ведь без своевременного и адекватного лечения язвы желудка болезнь может осложниться внезапным кровотечением и перитонитом, а длительное существование язвы желудка может привести к злокачественному перерождению. Оказывается, что язва – это инфекционное заболевание, к тому же одно из самых распространенных на нашей Земле. Бактерия, которая вызывает ее, обнаружена в желудках более чем у половины населения Земли. И здесь оказывается она. Пища, которую ты съел, попадает в желудок по пищеводу, где она смешивается с желудочным соком, содержащим пищеварительные ферменты и соляную кислоту. Хеликобактер – чуть ли не единственная бактерия, которая не уничтожает желудочный сок, зарывается в слизистую оболочку желудка и нарушает структуру ее тканей и ее функции. Это потенциально приводит к появлению воспаления слизистой желудка, гастрита, эрозии и язв. И все это происходит при ослаблении иммунной системы. Вопрос – почему она ослабевает? Кстати, есть один интересный опыт, который провели ученые. Они начали пучком лазере раздражать одно из ядер гипоталамуса, которое на функциональном уровне контролирует такие эмоции, как страх и раздражение. В течение двух недель ядро гипоталамуса шимпанзе раздражали, и в итоге у обезьяны обнаружили язву. Что произошло? Все очень просто. Гипоталамус начал работать иначе с ошибками, и совершенно иначе при этом начала работать иммунная система, которую сам гипоталамус контролировал. Именно иммунная система допустила ошибку, что эта бактерия в комфортных для себя условиях начала размножаться, ведь иммунная система занимается слеживанием и уничтожением патогенной флоры в нашем организме. Я думаю, мы нашли след, и он ведет к тем программам, которые являются нашими эмоциями и убеждениями, и то, как мы реагируем на саму ситуацию. Есть такая наука метафизика болезни, которая изучает возникновение психических программ, и как они влияют на появление той или иной болезни. Так вот, желудок – это орган переваривания пищи. На сознательном уровне мы должны переварить информацию. Если мы не умеем спокойно и гармонично принимать жизнь, выражая свое непринятие через страх и раздражение, тогда формируется болезнь желудка. А если еще и обида затаилась, тогда это может привести вообще к онкологии. Диета вряд ли глобально может повлиять на выздоровление. Медикаменты тоже не лучший вариант, а может быть и худший, ибо ни один препарат не повышает управление иммунной системы, а зачастую имеет очень серьезные побочные эффекты. Тогда остается вариант изменить свои жизненные программы и убрать старые. Нужен способ, который эффективно сможет очищать ваш ум от старых программ. Этот способ существует. Вам потребуется всего лишь один или два раза по 15 минут в день, чтобы очень скоро получить оздоровительный эффект. Это тот способ, который позволит убрать саму причину и запустить процесс обновления на молекулярном уровне. Сразу после первого сеанса вы почувствуете очищение и симптомы улучшения, но эффект выздоровления появляется после постоянного системного использования этой техники. И речь идет об уникальном оздоровительном сеансе, который вы можете получить прямо сейчас. Если вам понравилось это видео, тогда подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и поделитесь этим видео. Ну а чтобы получить оздоровительный сеанс, вам всего лишь нужно нажать на ссылку ниже этого видео, и после регистрации вам придет на почту письмо с обещанным оздоровительным сеансом от болезней желудка. Я желаю вам здоровья и успехов во всем.